Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня приехал Барлык. Он был в Варшабе и выступал на ОБСЕ. Там казахские дипломаты хотели вести заблуждение в западный мир и рассказать о том, как в Казахстане хорошо, с правами человек и так далее. Из Казахстана были правозащитники и Бадак специально приехал из Америки, чтобы рассказать реальную ситуацию и вот заодно прилетел в Париж. Вот я хотел бы ему передать слово. Спасибо, Мурак Абулыч. Уважаемые казахстанцы, уважаемые друзья, для меня это большая честь быть у вас здесь в гостях. Тем более, он поучаствовал в работе организации ОБСЕ. И в этот трудный момент, вы же сами знаете ситуацию в Казахстане. У нас репрессии, пытки политических заключенных. Вы знаете, уважаемые казахстанцы, что Мурак Абулыч 20 лет посвятил развитию нашего гражданского общества Казахстана. Это наша самая высокая цель, чтобы построить в Казахстане, в конце концов, демократическое общество по подобию парламентской республики. И поэтому я, честно сказать, Мурак Абулыч, благодаря вам вообще, вашей работе меня мотивировало присоединиться тоже к вам, стать вашим сторонником, соратником по Координационному совету. Вы знаете, что у нас действует Координационный совет оппозиции Казахстана. Я активно участвую в этом. Поэтому, да, конечно, я человек бизнеса, и поэтому я большую часть у меня забирает мои бизнес-проекты. Но я всегда думаю, всегда двигаюсь и всегда делаю все возможное от меня, возможное для помощи гражданского общества Казахстана. И поэтому, уважаемые казахстанцы, сегодня это трудные моменты не у Мухтара Абулыча. Это трудные моменты у всего гражданского общества Казахстана. Вот давайте представим на минутку, просто на минутку, что если вдруг преступный режим Токаева, Назарбаева, у них получится каким-то образом нейтрализовать Мухтара Абулыча, да, используя коррумпированную систему французскую, французскую судебную систему, коррумпированную, да, которая действует явно, что по указке. Извините, я вот других слов не нахожу. Поэтому я вам сразу говорю, что это обернется для нас, казахстанцев и казахстанское общество. Мы вернемся на путь, встанем на путь построения системы, как в Северной Корее. Хотите вы так жить? Ну, конечно, нет. Я тоже не хочу этого. Поэтому для нас это, у Токаева, очень важно, не сколько вас поддержать, сколько самих себя. Не дай бог, еще раз говорю, что-то произойдет с вами, вот именно в судах Франции или там где-либо, в других судах, я не знаю, где там еще возможно такой будет устраивать казахстанский режим. Но мы будем, всячески лично я буду участвовать во всех национальных протестах в Казахстане. Буду организовывать здесь, за рубежом протесты для того, чтобы только, чтобы вы были на свободе, чтобы вы были вместе с нами. Вот, как я раньше говорил, теперь пришло время гражданского общества поддерживать вас в Северной Корее. Уважаемые друзья, я хотел бы небольшую ремарку. Я, конечно, понимаю, что возможно, разное развитие событий. Вы знаете, был период, когда я три с половиной года находился во французской тюрьме. Но в итоге, даже когда суды нижней инстанции постановили меня экстрадировать из Франции, и даже когда правительство Франции тоже выпустило специальный декрет, тем не менее, я сумел победить высшим административным суде Франции. И решение было такое, что это политическое преследование и освободить. Сейчас другой этап идет, когда опять наша власть подписала многомиллиардные соглашения с Францией, и меня как бы пытается продать. И я не могу сказать в полной мере, как сказал очень жестко Барлак о коррумпированной судебной системе, я могу сказать следующее, что да, есть лобби, да, правительство во главе с Макроном оказывает воздействие, влияет, так устроены люди, везде все влияют. Но здесь есть различные механизмы, которые дают возможность бороться. И я это продемонстрировал. Казалось невероятное, что правительство Франции, президент Франции, все решили, приняли решение экстрадировать меня, тем не менее, я победил в высших судах. Там было, по-моему, 13 судей, и было специальное частное определение в адрес правительства о неправильном их решении и требованием наказать виновных. И там какую-то сумму потребовали выплатить мне компенсацию. Но это небольшая сумма. Поэтому я не столь категоричен по поводу коррумпированной системы, есть механизмы борьбы. И благодаря вам, благодаря финансовой поддержке, этот год, смотрите, они 8 декабря в прошлом году решение приняли. То Каев радостно по всем каналам распространил информацию, что у меня сейчас якобы экстрадируют, посадят и так далее. Скоро год будет, как мы методично отбиваемся. Я уверен, что даже если промежуточные какие-то суды будут негативные решения, я буду отбиваться. Но, конечно же, Барлок прав. Возможно, самые неожиданные ситуации могут по сфабрикованным обвинениям, которые, кстати говоря, немецкая прокуратура, аналогичные были обвинения, самостоятельно закрыли. Это же дело сюда перекатилось, во Францию. Все что угодно может быть. Неожиданно могут арестовать. Но я не уверен, что меня отвезут в Казахстан. Но всякие события самые неожиданные могут быть. Поэтому мы должны быть к этому готовы. Мы должны уметь бороться везде. Как внутри страны, так и за рубежом. Я благодарен Барлоку, благодарен правозащитным организациям, которые свой голос, мою поддержку уже озвучили. Международные правозащитные организации, правозащитные организации внутри Казахстана. Очень известные политики, депутаты. Я просто их обращение в адрес французских властей и судей не публиковал. Думаю, пока преждевременно. Но я заверяю вас, все, что в этом мире есть, самые известные из правозащитных организаций, известных политиков, все свой голос, мою поддержку сказали. Ну и я вашу помощь тоже ощущаю, финансовую поддержку. И очень благодарен. Я уверен, что какие бы трудности ни были, мы пройдем эти трудности. Наше общество зреет. Я вижу, что как реагирует сейчас наше гражданское общество на нынешнюю власть, я уверен, что этой власти осталось немного. Просто нам нужно мобилизоваться, объединиться, вот так вот контактировать, друг друга поддерживать. Мы все равно сломаем эту власть. Мы все равно сломаем и выгоним. Потому что это уже мировой тренд. Авторитарные режимы падают и неизбежно произойдет и в Казахстане. Просто нам нужно действовать. Не надо ждать, что кто-то придет и свалит этот режим. Это можем сделать только мы. Да, со мной завтра что-то может произойти. Но я не для этого отдал этой борьбе больше 20 лет жизни, чтобы когда со мной что-то случится, чтобы все это остановилось. Вот приехал Барлок, есть другие люди. Я уверен, что сопротивление будет продолжаться. Но я, конечно, хотел бы, чтобы победа была, скажем, вместе со мной. Чтобы мы провели реформы. Я похорон не настроен. Потому что у меня гигантские, уникальные знания. Я хотел бы эти знания предложить на благо нашей страны. Действительно построить крутую страну. А Барлока я хотел поблагодарить. Я уверен, что какие бы события ни происходили, мы сумеем объединиться и победить этот режим. Абхазастан? Абхазастан. 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 Продолжение следует...